Привет, интернет! Начать групповой этап я хотел бы с группы смерти и немного выразить свое негодование. Дело в том, что мне не очень нравится нынешний формат проведения евро с шестью группами, объясню это как раз на примере группы F. В далеком 2000 году евро проходило в Бельгии и Голландии. В группу А попали Португалия, Англия, Германия и Румыния. И это тоже тогда была группа смерти. Но регламент был другим. Было всего четыре группы и команды, занявшие первые и вторые места в этих группах, выходили в четвертьфинал. Турнир был более высококвалифицированным, цена матча была гораздо выше и меньшее число команд практически исключало участие в финальном этапе сборных среднего уровня. В итоге тогда из группы вышли Португалия и Румыния, а Англия и Германия сенсационно, но логично, поехали домой. Что происходит сейчас? Мы видим шесть групп, в которых команды, занявшие первые и вторые места, выходят в одну восьмую финала напрямую, а также четыре лучших команды, занявшие третьи места в группе. Что же это получается? Рассмотрим на примере нашей сегодняшней группы F. Болгария явный аутсайдер и ее, скорее всего, обыграют все. Далее просто необходимо грамотно поделить очки и группа смерти превратится в группу жизни, где все три топовых сборных идут дальше без потерь. Думаю, что вы еще помните, как в 2016 году на Евро Португалия стала европейским чемпионом, заняв в группе всего лишь третье место. И я искренне не понимаю, как можно не пройти такой отбор, только уж если откровенно неудачно играть или массовые травмы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ожидались очень интересные матчи. Команды играют в очень разный футбол. Итальянцы традиционно играют от обороны. У Эльс очень активные фланги во главе с Гарретом Бейлом. Швейцария это компактный центр. А Турция сейчас очень габаритная и уповает на физику. Неудивительно, но в первом матче голов забито не было. Уж очень осторожно играли и итальянцы, и турки. Ничья, которую никак не назовешь боевой. Матч Уэльса и Швейцария оказался самым зрелищным и богатым на голы. Голы вообще забивались с большим трудом в этой группе. Этот матч вы можете посмотреть в полном объеме на нашем канале. Пропустив первыми, Валийцы еще в первом тайме переломили ход игры и одержали волевую победу. Более чем удачный старт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры сделал 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 DimaTorzok Далее Итальянцы взялись за дело и победы начали прибавляться На правах исторического фаворита Сквадра Дзура хоть и с минимальным перевесом Но последовательно переиграла и Валийцев и Швейцар Швейцарцы же после поражения от итальянцев и Валийцев сумели переиграть турок и ожидали свой приговор в последнем матче группы Субтитры сделал DimaTorzok 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 They just have done exactly that And injected the belief that they can retain their lead this time around DimaTorzok DimaTorzok Step up again Step forward And it's Ramsey And he has been fouled there And the referee has shown him a yellow card It's a clearance but not much of one Brooks goes looking Referee looks at his watch and blows his whistle One goal settled it And it's a exciting game that just got away Look, I think a draw might have been a much clearer result today It's just that one And the other one Вырвали важнейшую победу И оставили последних на третьем месте Швейцарцы же едут домой ни с чем По разнице личных встреч с Уэльсом Уэльс ждет на третьем месте результатов всех групп Вместе с Португалией На этом сегодня все Не болейте Берегите себя И смотрите Кибер Евро 2020 Субтитры создавал DimaTorzok